В семье Тунгель сразу два ребенка-школьника, а потому мама Светлана предпочитает решать вопросы, связанные с прохождением профилактического осмотра, организованной заранее. Вот и на этот раз на прием к участковому педиатру пришла вместе с сыном и дочкой. В первую очередь медкомиссию нужно проходить для себя, чтобы знать, какое здоровье у ребенка, допустим, окулис, на какой парте ему сидеть, или, допустим, по физкультуре, какая группа здоровья, вторая или первая. К тому же в школах и детских садах требуется раз в год предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка. Перед ее выдачей для каждого пациента составляется индивидуальный план диспансеризации. С ним обязательно должны ознакомить родители или законных представителей. Для того, чтобы оформить медицинскую справку ребенку в школу, непосредственно нужно пройти врачей-специалистов. Значит, это врач-невролог детский, врач-хирург детский, либо же врач-травматолог-ортопед. Кроме этого, врач-гинеколог. Для девочек, если не было такого обследования ранее, это врач-стоматолог и врач-логопед. Значит, из общеклинических обследований необходимо общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу, обследование на глисты. Кроме этого, необходимо один раз в год делать электрокардиограмму сердца. По заключению всех осмотров и обследований выдается справка о состоянии здоровья ребенка. В ней обязательно указывается группа здоровья, группа по физкультуре, отметка о готовности ребенка к обучению. А также вносятся все профилактические прививки. Стоит подчеркнуть, что для упрощения процедуры прохождения профосмотра 2019 года организован самостоятельный прием медицинских сестер участковых. Для того, чтобы родители могли прийти без ребенка, то есть они берут амбулаторную карту свою, медицинская сестра смотрит о том, что необходимо пройти, пишет направление на анализы, пишет, каких специалистов надо пройти. Родители все это приходят, проходят и уже потом со всеми результатами берут ребенка, приходят к педиатру, педиатр осматривает ребенка и выписывается медицинская справочка о состоянии здоровья. То есть очень облегчает работу именно всей команде участковой службы. То есть и родителям хорошо, то есть не надо ребенка два раза водить. Немаловажно и то, что медицинская справка оформляется в месяц рождения ребенка. А значит, к началу учебного года справку предоставляют только те дети, дата рождения которых приходится на июнь, июль, август и сентябрь. Для детей, родившихся в другие месяцы года, действительно ранее предоставленная справка. Повторно предоставлять в таких случаях ее к началу учебного года не требуется.